Прежде чем посадить ребят в автобус и отправить в краевой распределительный пункт, призывникам обратились с напутственным словом. Ребятам пожелали хорошей службы, вернуться домой через год живыми и здоровыми. Всем православным верующим призывникам специально приглашенный священник посоветовал в трудных ситуациях обращаться к Богу. Желающим он подарил иконку Николая Чудотворца. Кроме того, на случай тяжелой ситуации в армии ребятам сообщили телефон доверия. Впрочем, уверены в военкомате, дисциплина в армии в последние годы стала заметно лучше. Специалисты связывают это в том числе и с тем, что вчерашние школьники в рядах вооруженных сил теперь редкость. Вы, наверное, заметили, много ребят сидят взрослых, то есть не по 18 лет, по 20 с лишним лет. То есть молодые люди отучились в высшем учебном заведении, получили высшее образование. И теперь осознанно идут служить в армию. Это, конечно же, и нам легче с ними работать, и для армии это, конечно, гораздо лучше. Уже качественное перерастание солдат, более зрелых, более ответственных мужчин. Александр Авдеев как раз такой случай. Парень в этом году получил диплом инженера, а теперь отправляется служить. И не куда-нибудь, а в президентский полк. Впрочем, и это уже стало традицией, призывников сочинцев в президентском полку всегда больше, чем из других районов Краснодарского края. В армию нужно идти, такой закон есть, то есть надо отдать долг родине, по-другому нельзя. Для меня это шанс в жизни, показать, что я способен, чего я способен добиться. Может, так жизни сложится в дальнейшем. Уже сегодня вечером эти ребята будут в краевом сборном пункте, откуда завтра их распределят по военным частям. Осенний призыв в самом разгаре. Следующая отправка из Сочи состоится 16 ноября.